В Казахстане шить трусы дороже, чем спецодежду. Десять карагандинских швейных цехов решили объединиться, чтобы выжить на рынке. Почему легкая промышленность Казахстана до сих пор в зачаточном состоянии? Почти всю одежду, обувь, мебель и остальные изделия легкой промышленности мы закупаем за валюту. И есть ли перспективы в отрасли, выясняла Людмила Батюшкина. Асхат Жумагулов показывает основной швейный цех своего малого предприятия. Начинали с двух швейных машин, сегодня это уже целая фабрика. Специализируются на спецодежде, потому что ее шить выгоднее. Это заказы партиями, быстрый расчет и возможность сразу выплатить зарплаты сотрудникам. Повседневную одежду пробовали производить, но потерпели фиаско. Понимаете, у нас нет возможности, например, если на масс-маркет выходить, мы шьем, выпускаем на рынок и ждем, пока продукция будет продаваться. А у нас нет такого запаса, нет подушки, и дальше продолжать работать. На стоимость этой одежды будут накладываться многие дополнительные расходы и издержки. И все равно добиться заказов от предприятий крайне тяжело, признается замдиректора. Два крупнейших промышленных магната области отдают свои заказы одной крупной фабрике. Остальные швейные цеха не хотят даже замечать. Поэтому 10 небольших компаний объединились и решили выпускать продукцию сообща. Но и это не главная проблема, считает директор саранской фабрики Владимир Алискеров. И даже не то, что станки и сырье, вплоть до ниток и пуговиц, производители вынуждены импортировать. Самая большая проблема на сегодняшний день – это специалисты. На сегодняшний день нам сложно даже пошить. Снударки, пиджики, рубашки. Это очень сложно. Есть специалисты, я не спорю, но они очень маленькие. Мы мало их в величестве. И мы не можем их привлечь большой зарплатой. На нашей швейной фабрике, на которой трудится около 100 человек, у нас могут производить данные изделия от силы 5. Причем кризис со специалистами во всех сферах легкопрома, уверяют предприниматели. Наладчиков швейных машин трое на всю область. Колледжи не хотят этого слышать. Бизнесмены вынуждены сами открывать учебные центры, чтобы добыть себе специалистов. Но в Акимате не согласны, что с легкой промышленностью все плохо. Несмотря на высокую конкуренцию с импортной продукцией, наша компания ежегодно увеличит объем производства. По итогам пяти месяцев объем производства составил 3,5 миллиарда тенге. Это 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нам нужен комплексный подход. Начиная от обучения специалистов. И здесь, конечно, не обойтись без мер господдержки. И данная работа уполномоченными органами проводится через государственные программы субсидирования процентов ставки. В Карагандинской области доля легкой промышленности всего 0,2%. Это 50 предприятий, в основном малых. Но и те не в силах сделать свой бренд узнаваемым. Однако производители уверяют, что смогли бы составить конкуренцию импорту по качеству и по цене. Местные вещи на 15-20% дешевле привозных. Но нужна помощь государства и в сфере налогообложения, и в продвижении отечественных брендов. Кыргызстан и Узбекистан смогли поднять свой легкопром с колен в короткий срок.